play о-о-о вау а ваша болеро так умеет надеюсь попавским правам мне не бахнут всем привет я думаю что каждый автовладелец у которого есть проводной apple carplay рано или поздно захотят себе беспроводной apple carplay как в новых автомобилях вопрос как же его сделать и тут к нам на помощь опять приходит сайт алиэкспресс наши добросовестные китайцы а именно фирма carlin kit которая придумала вот такие вот адаптеры этот адаптер называется мини есть чуть подороже которую в которой встраиваются и android и флешки с медиа контентом этот самый простой мини подключается он очень просто достаточно один раз подключить его гнездо usb настроить и забыть про него далее он подключается автоматически к нашему смартфону и только хочу порадовать всех меломанов звучание через этот адаптер намного лучше чем через bluetooth ведь наверняка ведь многие свои смартфоны подключали к магнитолом через кабель и по bluetooth и разницу наверняка вы ощущали что по bluetooth он звук более глуховатый с более насыщенными низкими частотами этот же адаптер позволяет получить звук такой же как будто вы получились через кабель а все потому что через bluetooth идет большое сжатие звука кодеком и качество портится здесь же звук передается через вай-фай причем через вай-фай 5 гигигиги герцовые ну а я для себя все таки решила не покупать его а купить тот который побогаче который с андроидом и с флешкой и снова привет и так мне пришел долгожданный бокс который позволяет автомобиле осуществить не только беспроводной карплей но и пользуется на на родной магнитоле андроидом принимать интернет и смотреть видео с флешки ведь на борту этого бокса android версия 11.0 3 гига оперативки 32 гига встроенной памяти есть возможность расширения памяти до 128 гигов установить сюда карту памяти и всем этим хозяйством управляет четырехъядерный процессор qualcomm интернет можно принимать как через раздачу по вай фай со смартфона либо установить сюда sim карту потому как здесь встроенный модем 4g а также в этот бокс оснащен gps глонас антенны и как многие догадались наверное сюда на android можно установить разные приложения не только youtube и разные плееры но и стрелку к примеру чтобы знать где находятся камеры а также яндекс навигатор и пользуется на экране магнитолы без всякой подписки ну что распакуем посмотрим карлингит вот такая вот у нас рекламка типа поставь 5 звездочек но мы посмотрим если понравится то поставлю продавец дал в подарок картрейдер такой дешевенький спасибо ух ты еще и карту памяти дал ну в принципе у меня есть своя но за это спасибо не а на самом деле покупал без карты памяти она чуть дороже получается но то что он дал в подарок это большое спасибо вот такой вот у нас бокс carplay али бокс видно да надеюсь full android систем то есть полноценная android система но здесь как я говорил до этого 11 android 3 гига и против ки и 32 позову ну что распаковываем снимаем пленочку вот как все запаковано то там здесь настощает мануальчик сим карта и микро sd мануальчик здесь на английском языке кому интересно на паузе можете прочесть здесь у нас традиционно на китайском вот такой у нас бокс в пленочках прошу заметить и 2 кабелем больше там ничего нету да да нет пусть ничего нет и на этом спасибо значит кабели у нас идет type-c на type-c это для тех у кого в автомобиле нету обычного и юрби и такой кабель у кого есть юрби и то вот в автомобиле юрби и и на другом конце type-c ну и собственно сам бокс опа пленочка 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 ах так но весь он сделан из пластика матовый отпечатков не оставляется это хорошо здесь у нас две два индикатора прямая работа наверное gps и sim карты наверно скорее всего так и здесь у нас устанавливается моем случае skoda octavia 7 в ней именно юсби и еще допустим skoda a8 то вот допустим перебиси на юрби си этот мне не нужен отключаемся и автомобиль так кто интересуется сколько здесь длина кабеля почти 30 дотягивает 28 сантиметров давайте установим сразу сим карту так сим карту прямая сим карта это здесь так на она нужно еще отломать идет еще меньше это как у айфонов ногтей нету поэтому приходится воспользоваться но защелкнулась да имейте ввиду что нужно чтобы она защелкнулась но и карту память я буду использовать свою не жми всякие видеоклипы записаны посмотрим интересно как все это будет воспроизводить получается вот именно вот так вот все это кому интересно надписи вот здесь вот такие можете приблизить посмотреть это модель это понимаю ножки такие резиновые стоят чтобы не скользила лишний раз бокс ну что принципе что на него смотреть глазеть надо идти в автомобиль и подключать правильно самое время в комментариях написать что видеоролик начинается с этой минуты но я скажу вам не интересно распаковка этого гаджета сейчас мы находимся в автомобиле skoda octavia 7 и это первое подключение android бокса с бесплатным карплеем кстати досмотрите видео до конца и я расскажу где приобрести этот android бокс и еще дешевле чем я приобрел я немножко поспешил и немного переплатил все ссылки оставлю в описании под видео ну а также не забудьте поддержать это видео своим лайком и подписаться на канал если до сих пор не подписаны но мы продолжаем и подключаемся к болеро и так это блин о котором будем подключаться этот айфон который будет подключаться к беспроводному карплея ну и собственно так же я будут в этот отсек прятать этот android бокс подключаемся к юсби об наблюдаем что у нас будет происходить на экране магнитолом здесь у нас светится индикации здесь пока ничего а вот установить конечно установить так сейчас у нас будет она что-то устанавливаться смотрим только заставника android а это понимаю что здесь вон в этом боксе запустился android если что прошу не закидывать мне помидорами потому что я сам первый раз подключаю все это и как бы не совсем в курсе может быть что-то делаю неправильно так какой-то samsung телефон появился т.в. вот автокит т-бокс мини нажимаем него создать пару создать пару разрешить все он подключился здесь прямо на на палочку нажать наверно и здесь все подключилась интересно так а сейчас мы находимся это понимаю в android он очень похож на сам карплей но это андроид так давайте попробуем к мы превратить это в русский язык так 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 настройки систем да вот языки так 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 русский язык есть чем не выбирается а его надо переместить наверно вот так вот да да смотрите все он теперь на русском языке отлично так а и смотрите-ка появился такая вот точечка да так а после прикасания или по любому участку экрану появляется . и смотрите какое подменю получается то есть здесь назад домой микрофон но интересно как так ладно пусть можно назад вот это да да смотрите ага так отлично теперь у нас интерфейс весь на русском языке м то есть и bluetooth есть и карты позвонить можно google play это прямо можно и наш русском языке м то есть уже смотрите приложение вилси так ну-ка а если допустим у меня же установлены сюда карта памяти и там видеоклипы давайте-ка посмотрим так 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 вот что я нашла в интернете по запросу я сюда тебя не спрашивали так что там здесь ищет видео нет интересно у меня видеоклипа записан на флешке он что-нибудь найдет или нет если найдет будет просто шикарно на самом деле о нашел смотрите-ка нашел 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 так плейлисты так интересно интересно подгружает все данные с карты это понимает первый запуск после таком долгие потому что мы сейчас такое установили и android собирает все данные все что есть на карте памяти чтобы все это отображалось так хранилище sd карта sd карта а вот 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 так ну ка ну ка ну ка сейчас мы всякая всячина о же потряски отличным ну ка но ножка потормаживает по что мы прервали оптимизацию этого android загрузка всех файлов play а вау а ваша болеро так умеет надеюсь по правил папским правам мне не бахнут вот это да ладно что он еще умеет так ну ка интересно если нажать вот сюда на микрофон что будет а гугл это самый этот ассистент понятно смотрите-ка он даже вот что мне удалось найти о отлично работает так а давайте-ка мы теперь посмотрим как у нас работает apple carplay так сюда наверно нажимать нет не сюда куда а авто кит отсюда нажимаем сюда идет подключение так а на айфоне завершите настройку carplay да конечно использовать карплей да использовать так ну ка основные так мне загрузил стрелка мне просто авто сделана автоматизация при включении по carplay у меня он запускается так да смотрите профиль добавился то есть skoda у меня по проводу профиль еще добавился speed play профиль который также можно настроить как обычный carplay то есть что-то добавляем что-то убираем под ваше желание прикольным так окей а и перед вами carplay пожалуйста о как красота смотрите здесь то все то же самое как обычным карплеем те же самые иконки только добавилась еще одна иконка вот это автомобиль и соответственно вот эта точка который исчезает то есть она появляется при прикосновении к экрану и создается вот такое дополнительное меню то есть если мы нажимаем на home а мы переходим в android оболочку прикольно удобно если мы хотим обратно в карплей перейти то вот сюда так так окей а теперь теперь давайте посмотрим если здесь задержка по звуку по отклику такая как у нас была на карлин кит мини который запускаем тот же самый яндекс музыку и смотрим так нажимаем перемотку нажимаем да к сожалению к сожалению задержка переключение есть то еще такая же как и в том боксе мини есть ну что ж пойдешь видимо и никуда от этого не деться это конструктив так сказать зато по крайне мы получаем отличнейшее звучание которое идет не по блютузу по более пережатому кодеку а через вай фай вай фай у нас здесь вроде как как и 20 и 4 гигагерца и 5 то есть теперь можем ехать и смотреть какие-нибудь фильмы мультики для детей вообще шикарно давайте ради интереса попробуем чем такое запустить о мультик ну ка шикардос так перемотка есть какая-нибудь есть ну смотрите какая на болеро видео а ваша болеро так умеет а так ну вот смотрите нашел google play стрелка почему бы не установить очень удобная штука чтобы податься под камеры так а давайте-ка мы попробуем установить сюда еще яндекс навигатор яндекс навигатор и посмотрим как он не будет работать интересно без подписки то и фью момент слейте и так яндекс навигатор установился да смотрите вот и есть стрелка установил яндекс навигатор отличным ну-ка давайте попробуем запустить так не буду я палить свое место то есть передвигать карту можно точно так же как и в карплее без проблем а вот пищу зум который делается двумя пальцами приближения увы не делается но по большому счету и в карплее так нельзя было делать только понажать его на плюсик и минусик но зато передвигать карту можно без проблем точно так же как и в карплее поэтому для тех кто не хочет подписывать оплачивать подписку яндекс навигатора себе то можно на халяву скачать андроид в этот айл бокс андроидный и установить туда этот яндекс навигатор и пользоваться почему бы и нет замечательно а теперь давайте посмотрим насколько быстро запускается этот андроид бокс в разных режимах и так сейчас у нас карплей не подключен то есть здесь у нас сейчас выключено вай фай как видите карпель не подключен то есть бокс вот этот работает только на андроид давайте кстати выберем его как я и говорил вот в это место очень удобно он небольшой закроем вот так вот опа и его не видно не слышно все о существовании бокса забыли так значит кстати говоря при вводе языка я пока мне грузился навигатор и все остальное я опять же зашел в систему вот языка и по удалял все лишние то есть оставил только английский русский по большому счету можно английский удалить так теперь давайте посмотрим лучшим машину и посмотрим через сколько он запустится лучшую машину и ухожу так вроде как машина заснула давайте открываем дверь мы пришли в автомобиль и запускаем двигатель да все отлично магнитола заснула смотрим и отсчитываем через какое время запустится android система да сейчас карплей не запустится потому что он даже специально не подключен то есть мы смотрим через сколько допустится android но по большому счету вы также можете пользоваться и обычному радио пока запускается все это то есть видите да но не то ли якобы мы включились по кабелю вот эта чудесная заставочка и пожалуйста перед нами android box то есть есть теперь вы можете смотреть фильмы клипы же потряска ну либо запускать player аудио и навести айфон выпрашивают подключите карплей пожалуйста android box хочет да ради бога включить вай-фай ну и по большому счету карплей сейчас не подключен пока правильно на вайфа он включен но карплей пока не подключен если же мы хотим карплей подключить то нажимаю сюда артекит и после этого он подключается только так а теперь давайте посмотрим так сейчас мы посмотрим сколько он подключится вот видите все андре тв все карплы перед нами замечательно так запустилась автоматически у меня стрелка автоматизация моя сработала так давайте мы снова выключим вай-фай специально принудительно и настройках вот это сделать скрытно приключения скрывать при отключении так так опять он вай-фай свой включился давайте я выключу принудительно вай-фай отвечайся отключайся все отключился переключился в android так зайдем сюда настройки вот это так автоматически скрыть при отключении что это такое так и не понял я а вот это смотрите к за это выключу беспроводное автоматическое соединение карплей то есть при запуске автомобиля карплей сразу подключается давайте кило включим этот вай-фай просто так напрашивается все включился стрелка выключим теперь мы выключаем двигатель покидаем автомобиль и смотрим через сколько какое время карплей включится включится у нас карплей ну а для вас пока пауза итак автомобиль в очередной раз заснул открываем дверь открываем запускаем двигатель и смотрим через какое время карплей загрузится напоминаю телефон находится без провода на беспроводной зарядке на магнитоле сработало подключение якобы по проводу заставника android видео без всяких склеек напрямую можете отсчитывать таймером через какое время запускается вся система то есть android запустился теперь видите автоматически пошло на запуск самого карплея всем карплей запущен вот столько время потрали потребовалось теперь как мы видим на самом карплеем самую иконку мы изменили теперь у меня здесь skoda ски и все как полагается то есть все то же самое только у нас добавляется вот эта точка которая конечно пропадает сейчас я ничего не трогаете попадая а это для удобства точно не нажимаем это обратно потом это у нас наверно копировать что-то даже не знаю а это запущенное приложение в андроиде понятно то есть можно очистить все на как очистить все отлично а что а и мы в android писали перед переместились это у нас микрофон как мы выяснили самого бокса но то есть если он будет кашину выбран как у меня то я думаю что от микрофон толку не будет да принципе менее не надо если вам нужен микрофон то есть голосовой помощник то его конечно лучше не убирать далеко мне он лично не нужен так далее что запустилась что запустилась нам не надо этого не надо не надо не так мы выяснили дам эти значит получается назад это приложение убираем это у нас микрофон это у нас что это на что а понял смотрите давайте попробуем что-нибудь запустить допустим chrome запустим ради интереса так мы до конца не будем то есть мы его запустили опускаем там висит запустим что-нибудь youtube допустим запустим так на теперь мы что делаем теперь мы делаем вот так а это многоконность смотрите прикольная тема то есть на экране несколько приложений будет нормально так ракета у нас что ракета что у нас ракета смотрите вот очистка это у нас опять же android то есть очистка лишней памяти машинка машинка выход сюда почему-то ну ладно видимо машинка должна быть выход на на карплей скорее всего а на карплей чтобы перейти нам нужно нажать на 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 вот это аута кит а таких нажимаем и переходим а ну понятно у нас еще не подключен карплей сейчас мы подключим и посмотрим да видите из выстится карплей так допустим если мы сейчас нажмем на машинку что происходит об мы опять выходим почему-то сюда странно почему то есть на машинку нажимаем здесь выходим в android здесь интересно может быть это не допилили систему либо это полный выход наверное сама систему болеро ну да ладно в принципе разобрались то есть с android на карплей перескочить это сюда на эту иконку здесь мы гуляем туда-сюда все также работает отлично хотим мы перескочить на android нажимаем сюда мы в андроиде замечательно навигатор не будем мы полить где мы находимся куда я сюда переместимся вот и как я и говорил что карплей пишет узум приближение и отдаление двумя пальцами также не работает то есть плюсиком и минусиком поэтому смысла нету переплачивать за подписку яндекса проще на то же самое на android загрузить себе яндекс навигатор и пользуется на халява совершенно бесплатно так что так теперь у меня еще и android в болеро замечательно ну как вам напишите свое мнение в комментариях лично я давно хотел себе android в магнитолу и хотел себе именно android box который устанавливается к мозгам магнитолы но подал он дорогой что-то около тридцатки и я все время боялся то что он подключается по электронике мало ли чего коснись но как-то не хотелось а тут я может сказать я убил двух зайцев сразу я себе сделал беспроводной карплей я давно об этом хотел потому что у меня беспроводная зарядка и я уже давно уже отказался от проводов это очень удобно а во вторых android и все это в маленькой такой коробочкой который помещается в маленький отсек и если допустим я когда-то либо захочу отказаться от него то я просто отключу и здесь люби его и все мне его нету очень удобная цена меня лично устраивать я купила его за 7000 рублей по скидке сейчас продавцы разные цены стоят восемь девять десять тысяч по разному делайте так просто пишите продавцу что я хочу у вас приобрести дайте мне скидку купон я сделал вам хороший отзыв на драйве еще где-то и они на это ведутся то есть они ради рекламы вам делают хорошую скидку я одному написал было три продавца мне он сделал сразу 7000 рублей мне это устроил я отлично взял купил остальные тупили но после они мне написали остальные продавцы а другой продавец помочь что около 6000 память за 5 чем-то я скриншоты приложу я конечно пожалел что можно было дешевле еще купить но что же поделаешь 7 так 7 пока ими даже 7000 он всяко стоит согласитесь лично я не жалею что я потратил на это в целом я не знаю что вам что сказать если у вас есть какие то вопросы то пишем в комментариях я активно всем отвечаю не забывайте поддержать это видео лайком за труды подписаться на моем канал и здесь и до сих пор не подписаны потому что на моем канале много чего интересного вот такого автомобильного и не только ну а я с вами не прощаюсь до новых видео пока пока не прикольно же по тряске включить давай посмотрим как жопа он крутит удачи прикольно